Воспитанники школы искусств привезли сразу несколько высоких наград с 12-го международного конкурса исполнителей инструментальной музыки «Серебряный камертон». Он состоялся в Санкт-Петербурге. Они стали сильнейшими среди музыкантов со всей страны – от Калининграда до Дальнего Востока. Возможность показать свой талант юным музыкантам подарила компания «Зарубежнефть. Добыча Харьяга». С лучшими исполнителями России на тонком музыкальном языке удалось пообщаться и нашей съемочной группе. 11-летняя Ульяна Забнина исполняет музыкальную бонбоньерку Мошелеса. С этим произведением девочка выступила на престижном международном музыкальном конкурсе «Серебряный камертон» и стала лауреатом первой степени. Было очень строгое жюри. Оно оценивало очень строго. А что тебе сказали после выступления? После выступления меня поблагодарили, сказали спасибо. Не ожидала. Я очень благодарна своему учителю, который меня к этому подготовил. Сидел над каждым тактом со мной. Я очень благодарна Елене Юрьевне. Труд педагога высоко оценила и жюри конкурса. Елену Казицыну наградили отдельной грамотой за высокий уровень педагогического мастерства. А сама исполнительница получила специальный приз. Еще одной высокой наградой копилку школы искусств пополнил ученик профкласса по фортепиано Георгий Шподарук. В музыкальной битве молодому человеку предстояло сразиться не только с учениками музыкальных школ, но и студентами средних и высших учебных заведений. В итоге Георгий стал лауреатом третьей степени. Это очень серьезный конкурс, поскольку именно он инструментальный. То есть нет хореографии, нет циркового искусства. Именно инструментальный конкурс жюри достаточно строго оценивало. И было достаточно трудно занять какие-то вершины и призовые места, поскольку дети были очень сильные из Москвы и Санкт-Петербурга. И было нелегко, но все же у меня третье место. Битва на серебряном камертоне шла сразу по нескольким направлениям и возрастным категориям. Пока Георгий покорял игрой на рояле жюри, в это время рвал струны второклассник Ярослав Ковязин. Он тоже стал лауреатом третьей степени в младшей возрастной категории среди гитаристов. Да, боялся, но когда пришла очередь играть третье произведение, почувствовал, что успокоился. Действительно, спокойствия на этом конкурсе требовалось много. Возможностей для репетиций практически не было. На подготовку к выступлению давалось лишь две минуты. Но, несмотря на такие сложности, еще одной воспитаннице музыкальной школы Арине Дьяновой удалось добиться сразу двух наград. Среди пианистов она стала серебряным призером, а по народному вокалу завоевала звание лауреата первой степени. Ну, мне с детства была тяга к этому. Очень любила именно такое заводное что-то, чтобы там, ах, топнуть ножкой, хлопнуть ручкой. И, в принципе, с детства мама это заметила. И поэтому я занималась с пяти лет, занимаюсь народным вокалом. В номинации конкурса «Академический вокал» диплом участника получил дуэт Лианы Айвазовой и Марии Санниковой, преподавателя Натальи Чичуевой. Девчонки получили на серебряном камертоне диплом участников, но не расстраиваются. Говорят, это конкурс – ступень к будущим музыкальным победам. Каждый конкурс мне всегда дает огромный опыт, потому что через это мы преодолеваем огромные пути, которые нам помогут в нашей жизни. Я считаю, что этот конкурс нам дал понять, что перед выступлением не нужно волноваться, накручивать себя, что все, я не смогу, у меня там не получится. И тогда вообще все получится. Уже все получилось. Ведь наших юных музыкантов на конкурсе «Серебряный камертон» высоко оценили народные артисты России, педагоги Санкт-Петербургской и Московской консерватории, Российской академии имени Гнесиных. Но главная награда, как считают сами воспитанники школы, – это возможность выступить на большой сцене и получить бесценный опыт.